Ташот Рафаилович Экшперианс. У нас сегодня была встреча с представителями клубов РПЛ, посвященная работе с болельщиками. Ташот Рафаилович расскажет об этой встрече. Большая просьба задавать вопросы именно по теме встречи. Мы отдельно проведем пресс-мероприятие по другим вопросам. Я понимаю, что у вас очень много вопросов. Вот сейчас самый насущный это сегодняшняя встреча. Это невозможно только по этой встрече. Коллеги, все ключевые спортивные... От вас я убегать не буду. Мы перефразируем так, чтобы это было по сегодняшней встрече. Может быть на выступление или сразу вопрос? Как вам удобнее? Я не знаю, как коллеги ему удобнее. Сразу вопрос задавайте. Но подведете итоги встречи? Насколько, на ваш взгляд, она была продуктивной? Какие вопросы вам были заданы? И почему вы общались именно с представителями, насколько я понимаю, фан объединений клубов, а не неофициальных фан объединений, которые выражали свой протест? Встреча, на мой взгляд, была очень продуктивной по многим причинам. Первое, это, наверное, наше первое знакомство. Второе, это мне очень важно было донести до представителей клубов, которые отвечают за работу с фанатами, свою личную позицию, рассказать, где мы сейчас находимся. Основной посыл это то, что закон принят. Мы, как часть процесса, который этот закон регламентирует, мы его должны исполнять. Но, как любой закон, до начала его введения есть большое количество подзаконных актов, которые фактически показывают, как реально этот закон будет действовать. И именно на этой стадии очень важно для меня, как президента РПЛ, мнение представителей клубов, которые отвечают за фанатское движение, получить полный перечень вопросов, которые их пламную. На самом деле, мы эти вопросы, они в полном объеме у нас есть, и они на самом деле были до этой встречи. Мы рассказали о своей работе, о участии в группах, которые на сегодняшний момент фактически формируют будущую архитектуру этого закона, имплементацию, потому что довольно большое количество подзаконных актов должно быть принято для того, чтобы ответить на те вопросы, которые сегодня волнуют болельщиков. Вот, наверное, произошел обмен мнениями, довольно откровенный. Беседа шла почти полтора часа. Я встречей очень удовлетворен. Ваши аргументы, вашу позицию услышали, как они реагировали на это вообще все? Насколько они недовольны вообще с этим законом, что они говорили? Вы знаете, мы как-то с самого начала решили не обсуждать этот закон в ракурсе того, что это уже событие, которое состоялось. Почему оно состоялось, чьи мнения учитывались до этого, какая работа кем была проведена. Мы все-таки говорили уже о факте и о том, что нужно сделать и что нужно изменить для того, чтобы болельщикам было комфортно применять вот эту карту болельщика. Мы ее назвали, потому что все-таки мы настаиваем на том, что фан-ид это рудимент 2018 года, который в общем-то не имеет ничего общего с тем документом, который будут получать болельщики и в рамках вот нового закона. Коллеги? Есть опасения, что, ну точнее уже 15 клубов из 16 заявили о том, что не собираются оформлять эту карту болельщика. Обсуждалась ли на встрече сегодня это? Передавали ли они их мнение фанатам? У меня была просьба через представителей передать как раз фанатским движениям следующий месседж, да, он довольно простой. Я предложил всем подождать до момента, когда мы все поймем, как в конечном виде будет этот документ применяться, да, паспорт болельщика. То есть дождаться все-таки уточнений и ответов на те вопросы, которые сегодня болельщика волнули. Это, наверное, один из таких важных аргументов, которые были высказаны. А вот какие главные вопросы, которые волнуют, соответственно, клубы? Какие они вам вопросы задавали? Вопросы, в общем-то, их довольно много. Связаны они в первую очередь с порядком получения этого документа, с возможностью верификации дистанционно посещения стадиона детьми до 14 лет, порядка посещения. Конечно, очень волновала тема, и много ей было уделено. Это отказом, причинам отказа, действиям болельщика после получения отказа. То есть большое количество вопросов, ответ на которые мы, наверное, сможем получить в ближайшие месяцы, работая в этих группах. Насколько верна информация о том, что вероятность реализации закона Фанайди в РПЛ со следующего сезона будет отдвинута еще на сезон? То есть этот закон будет принят для футбола уже со следующего сезона? Или нужно подождать год, чтобы вы ответили на те вопросы, которые задавали болельщики? На сегодняшний момент в законе срок установлен. О том, что он должен быть... Закон должен начать действовать с 1 июня текущего года. Но готовность применения этого закона, это как раз то, что будет уточняться в ближайшем месяце. Это имеется в виду и работа Минцифры по созданию платформы для получения карты болельщика Минспорта и других ведомств, которые задействованы в этом процессе. То есть правильно понимаем, что если они не успеют оформить, реализация закона может быть перенесена на свечку? Знаете, это будет понятно после принятия дорожной карты, которая, скорее всего, будет озвучена в начале апреля этого года. Сейчас говорить о переносе начала действия закона преждевременно. А стадион успеет как-то подготовиться технически? Это тоже вопрос, который обсуждался. Дело в том, что на сегодняшний момент ни один из существующих стадионов, где играются игры РПЛ, не соответствует приказу МВД 10.92. Поэтому на сегодняшний момент это ответственность клубов приведение в соответствии с этими нормами, с этой нормой стадионов. Дополнительные требования по дооборудованию стадионов необходимой техникой, которая бы позволяла имплементировать этот закон. Он еще стадион клубом не разослал. То есть это будет находиться в процессе формирования технического задания по дооборудованию. То есть это ляжет полностью на плечи клубов? Нет, конечно. На плечи клубов должно стать только дооборудование стадионов в соответствии с этим приказом 10.92, приказ МВД. А все, что касается программного обеспечения и прочего оборудования, которое связано именно с применением этого закона, должно быть за счет федерального бюджета. Вы сами понимаете, зачем нужно введение таких интернетивных норм? Достаточно ли, может быть, было бы сохранить камеры на стадионах или оборудовать им все стадионы? Еще раз повторите вопрос, пожалуйста. Насколько Вы считаете, насколько, по Вашему мнению, как президент Лиги, это не было местной формы, этот закон? И, может быть, стоило и достаточно было просто оборудовать камерами все остальные стадионы Лиги, которые не оборудованы сейчас? Вы знаете, как гражданин России обсуждать закон, который уже принят, и частью которого является, в принципе, деятельность РПЛ, я считаю... Ну, Вы же знаете, какие условия в Лиге, какая безопасность... Я как-то из этой Лиги поспрашиваю, как гражданин России? Дело в том, что все дополнительные средства, они направлены, в первую очередь, на повышение безопасности. Все-таки повышение безопасности, нахождение на стадионе является, наверное, ну, основным аргументом его. То есть, получается, им было недостаточно раньше? Думаю, что недостаточно. Даже если бы были камерами на стадионе? Ну, камеры не решают большого количества других вопросов, связанных с безопасностью. Камеры... Наличие камер не обеспечивает безопасность на стадионе. Все-таки это целый комплекс мер, который связан, в первую очередь, с тем, чтобы все болельщики чувствовали себя комфортно на стадионе. Просто есть мнение, что если бы по камерам были оборудованы стадионы, то, возможно, это было бы достаточно безопасности. Вы говорите, что это недостаточно. Скажите, чего именно недостаточно было бы в таком случае? Что именно добавляет карта болельщиков? Ну, карта болельщиков, в первую очередь, позволяет идентифицировать каждого человека. Если этот человек по определенным, прописанным в законе обстоятельствам не имеет права быть на этом стадионе, то он не должен туда попасть. И камера здесь... Ну, вас точно... вам точно не поможет. После камеры распознавания лиц? Ну, камера распознавания лиц в момент, когда вы покупаете билет и заходите на стадион. А при чем здесь камера? Ну, вот вы зашли на стадион. Вы купили билет и зашли на стадион. Кстати, в инциденте, который произошел на стадионе ЦСКА, в числе задержанных людей были люди, которые не должны были по закону находиться на стадионе. При этом, если мне не изменяет память, порядка 700 камер установлено на стадионе ЦСКА. Вы можете тогда по эпизоду ЦСКА вопрос... Я не хотел бы обсуждать... Вы сами знаете, я не могу спросить. Я вам сказал о том, почему необходима дополнительная система. Объясните, как произошло, что просто нет позиции линии официальной. Какой? По поводу чего? Что произошло на стадионе ЦСКА? Были разные версии, что вроде бы хакеры, потом сотрудник отключил, потом разные другие ситуации. Какой-то консолидированный позиции? На стадионе ЦСКА произошло правонарушение. Это же очевидная вещь? Очевидно. Это правонарушение не могло идентифицировать правонарушителей, потому что камеры были отключены, которые были направлены на фанатский сектор. Это факт, о котором вы тоже знаете. Соответственно, дальше это ответственность клуба провести внутреннее расследование и предоставить его лиге о причинах отключения камеры. В результате чего правоохранительным органам пришлось задержать больше 400 человек, 406 человек, если я не ошибаюсь. ЦСКА до сих пор это у них сделал? В процессе. Ярослав, спасибо большое. Давайте не будем в интервью превращать. Спасибо за вопросы. Мне кажется, я не совсем понял. Я вернусь к... Вы сказали, что ни один из стадионов РПЛ не соответствует приказу МВД 10.92. Да. И в то же время соответственно ответственность клуба привести в соответствии с этой нормой. Что это за норма, чего клубам сейчас не хватает. И как коррелируется этот приказ МВД 10.92 с фан-иди. То есть, чего сейчас клубам не хватает, чтобы быть соответствующими. Представьте, 16 стадионов. Если я сейчас буду перечислять, что по каждому стадиону не хватает. Ну, самое главное, то, что чего нет у всех. Турникеты, они не достаточной высоты. Почти все турникеты у нас по поясу. Согласно этой норме турникеты должны быть просто человека. Ну, а дальше по каждому стадиону есть еще ряд недостатков, которые необходимо устранять. Сколько необходимо денег для того, чтобы все стадионы были оборудованы в соответствии с новым законом по фан-иди. Хороший вопрос. Но верна ли цифра о том, что когда делали этот закон, федеральные средства заложены в размере 700 миллионов рублей? Дело в том, что цифра 700 миллионов она звучала, но что именно включает в себя эта цифра, это будет уточняться. Но 700 миллионов рублей этого достаточно для того, чтобы поставить программное обеспечение. Дополнительно, я так понимаю, какой-то турникет, который будет считывать идентифицировать. Это как раз задача Минцифры уточнить конкретно, согласно техническому заданию и сметам, которые будут сделаны по техническому заданию, какое количество средств необходимо и достаточно для того, чтобы все стадионы соответствовали нормам, указанным в законе. Вы имеете опыт работы в ФСБ и вы должны понимать, что 700 миллионов рублей не хватит. Ну, то есть клубам придется свои деньги откуда брать. Можно понять, как ФСБ связано с 700 миллионами. Вы же устанавливали государственную границу. Да. Вы знаете все эти технологии. Во-первых, мы говорим о ценах реализации программы 2004-2008 год. Сейчас мы живем в 2021 году. В 2022 году. Или еще в прошлом остался. Вы понимаете, я уверен, что точные цифры ответственно можно сказать только после того, как сделана техническое задание по каждому стадиону. Согласно этому техническому заданию рассчитаны сметы. И только после этого возможно понять, какая цифра необходима для реализации этого закона. Штат Федорович, сегодня было первое, так скажем, одно собрание представителями клубов. Будет ли общее собрание клубов среди руководства уже самих клубов когда возможно оно будет назначено? И будет ли, может быть, такое же, как сегодня собрание уже с представителями болельщиков? Значит, с представителями клубов у нас было рабочее совещание на прошлой неделе. как, в принципе, я говорил еще в прошлом году о том, что я готов встречаться с представителями болельщиков каждого клуба и сегодня представителем клубов, которые отвечают за работу с болельщиками. И это подтвердил. Но хотелось бы встречаться тогда, когда у меня будут ответы на волнующие их вопросы. А ответы эти ожидаются, я думаю, с подтверждением дорожной карты в начале апреля месяца. Говорилось ли сегодня все-таки ответы в начале апреля, а дерби уже через две недели. Вы говорили, просили болельщиков снять бойкот, который сейчас есть, чтобы дерби Спартак ЦСКА прошло с активными болельщиками. Я просил представителей клубов, отвечающих за работу с болельщиками, донести смысл всего нашего разговора. до них с тем, чтобы они не бойкотировали игры чемпионата после его возобновления. Откликнутся болельщики или нет, я не знаю. Но такое пожелание я передал. А если бойкот все-таки состоится, какое будет к этому отношению у вас лично или у ЛИНИ? Ну, знаете, это решение каждого человека. принимать решение идти или не идти. Кроме сожаления, у меня ничего нет других чувств. Потому что футбол лишается очень важной части вообще всего этого зрелища, именно на болельщиков. И мне кажется, что от этого проигрывают все. И болельщики, которые не могут поддержать свой клуб, которые любят футбол, и футболисты, которые не имеют поддержки от болельщиков, от фанатов. Ну, и в целом зрелище, оно становится менее привлекательным. еще буквально несколько последних вопросов. Шатар Фавлович, если хотя бы предварительное понимание, я понимаю, что до дорожной карты скажут, что нет, но ключевой вопрос, кто-то, который бы сказал, где получать этот фан-ид, и второй момент, конечно, людей волнует, что если не дадут этот фан-ид, где его оспаривать, где его получать. Это правда госуслуги, или это будет где-то, к вам необходимо здесь нужно прийти, в очередь встать и заказать что-то. Вот к нам точно в очередь не нужно остановить. Мы думаем, что это будет портал госуслуги, там есть ряд вопросов, на которые нам необходимо получить ответ от Минцифры. Мы надеемся на дистанционную верификацию, мы надеемся на упрощенную процедуру получения карты болельщика, мы надеемся на то, что Минцифра создаст продукт, который максимально облегчит эту процедуру. Планируете ли вы встречаться с болельщиками которые неофициальные фан-объединения и они сильнее, крупнее, авторитетнее и четче выражают на мой взгляд свою позицию, чем это делают официальные фан-объединения. Вы имеете ввиду радикалов? Нет, я не имею ввиду почему радикалов? Я имею ввиду болельщиков, которые прямо говорят, что мы не хотим получать дополнительный документ. Более того, я тоже не хочу, потому что вы когда приходите на стадион, вы ничего не показываете, вас не спрашивают. Я слушал эту точку зрения, а во-первых, я могу вам дать слово, что я первый, кто будет получать фан-идею, карту болельщика. Первый, кто. Найдется ли тот человек, который вам откажет? И попрошу, и попрошу, ну, так как до сегодняшнего момента у меня нет административных нарушений, которые бы стали бы причиной отказа в получении мной карты болельщика, думаю, что, наверное, я все-таки получу карту болельщика. И в момент, когда я ее буду получать, я вам специально скажу, вот лично вам, чтобы вы пришли и посмотрели, как я ее буду обхармливать. Такой вопрос. Ее должны будут оформить все, и журналисты, в том числе, и футболисты? Я не могу вам сейчас точно ответить на... Ну, просто пример, давайте представим ситуацию... Давайте не представлять, пока у нас нет достаточно информации. Ну, просто есть же вариант, что если будут оформляться и футболисты, потому что такая новость уже была... Слышал я про эту историю, о том, что ряд футболистов у нас не смогут. Да. Ну, не доводите до абсурда, прошу вас. Неужели вы думаете, что люди, которые сейчас занимаются уточнением и фактически написанием всех этих документов, они вот настолько глупы, что они могут загнать ситуацию в то, что вы описываете? Шетер Фрайлович, я правильно понимаю ситуацию, что основная мотивация силовых органов, МВД и ФСБ, которые инициировали этот закон, в том, что действующее законодательство и те меры, которые есть у клубов Лиги, не помогают сделать так, чтобы люди, у которых есть запрет на посещение матча, чтобы они туда все-таки не попадали. Что люди, у которых есть запрет, они все равно туда попадают. Вы это имейте ввиду? В этом проблема основная. Вы задали несколько сразу вопросов про мотивацию силовых органов. Я вам ничего не могу сказать. Наверное, вам нужно обратиться в силовые органы. Но я думаю, что, на мой взгляд, первое, это безопасность нахождения людей на стадионе. И если вы вспомните у нас о безопасности до взрывов метро, тоже никто не говорил о том, что мы все думали, что мы живем довольно безопасно. Но этот случай заставил пересмотреть позицию вообще на безопасность в городе. Поэтому думаю, что в первую очередь это связано с безопасностью. Но и потом, наверное, использование этой карты и уверенность в том, что те люди, кто не должен находиться на стадионе, не будет там находиться, даст возможность в том числе, например, более быстро и спокойно покидать стадион. Вы же знаете, что стадионы у нас фанатские трибуны покидают в последнюю очередь. И всегда этот процесс довольно долгий и не особо комфортной. Думаю, что те преимущества, которые будет давать карта болельщиков, они будут раскрыты уже позже после применения этого закона. А что, Рафаилович, означает ли введение карты болельщика то, что на матчах будет меньше представителей силовых структур? А на матчах силовые структуры вы имеете в виду МВД, которые Ну, вот вы сказали, что после матча... Уверен, что да. Шелик Афалович, а эта ситуация вся решает привлечению спонсоров в частности по переговорам с генеральным клиентом? Давайте мы... У нас сейчас как раз идет очень серьезный процесс, и завтра как раз будет конкурс по... Первый этап конкурса по беттинговому партнеру, и уже по результатам наверное я вам скажу насколько это повлияло. Шелик Афалович, на ваш взгляд приведет ли введение вот этого закона по фанайдии к уничтожению фанатского движения? Думаю, что нет. Вы могли бы расшифровать фразу почему, по каким факторам? Потому что значительная часть аудитории, которая есть сейчас, которая ходила, заявила и не поменяла своей позиции, что она на матч ходить не будет. Но она же может поменять позицию когда в окончательном виде мы будем понимать, что это, что такое вообще карта болельщика, как она получается и какие преимущества она дает. На сегодняшний момент протест вызван в целом против принятого закона. Но есть вероятность, что после уточнения ряд болельщиков могут изменить свое мнение. Если вы говорите о каких-то преимуществах, сегодня предлагались ли какие-то возможно преимущества предлагать болельщикам, чтобы они наоборот оформляли фоноидель? То есть, например, обращение клубов какие-то бесплатные беды? Нет, мы не обсуждали этот вопрос. Коллеги, полчаса уже работаем, даже больше? Ну, еще масса вопросов не хочется. А что, Трафаилович, на ваш взгляд, все-таки вот те вопросы, которые вы задаете и те, которые болельщики вам наверняка задавали, на ваш взгляд, связано ли то, что РФС, вот здесь есть Игорь Каминской, представитель РФС, он член из полкома, и вы, как РПЛ, не доработали во взаимодействиях с инициаторами закона, чтобы решить эти все вопросы до того, как закон был принят, чтобы не приводить к тому, что большая часть аудитории сказала, мы уходим. В чем вы и РФС не доработали? Давайте начнем с того, что вы не знаете того, какую работу вел я в данном случае, могу говорить только про РПЛ. на самом деле мы принимали активное участие в переговорах и в круглых столах по имплементации этого закона, о том, в каком окончательном виде он должен быть, готовности, в том числе стадионов. Я предлагаю Игорю Александровичу ответить на свою часть, то, что касается РФС, я уверен, что ему много что есть рассказать по этому поводу. Но, к сожалению, этот процесс был прерван после определенных событий. Вы знаете это. После этих событий круглых слов отменили и в течение двух недель в трех чтениях закон был принят. Поэтому обсуждать сейчас, что мы не доделали, я считаю, что то, что я, как президент РФС, сколько я не так долго нахожусь на этом посту, мог сделать для того, чтобы этот закон имел максимально комфортную форму и применение для болельщиков, я сделал. У меня к себе вопросов нет. Уточняющий вопрос, чтобы все правильно поняли после определенных событий. Я правильно понимаю, что после того, как были зажжены фаеры и события на матче ССК «Зенит», все круглые столы были свернуты и закон был принят в ускоренном порядке. У вас железная логика, вы очень четко выстраиваете логическую цепочку и пришли к правильному выводу. Поздравляю. Спасибо. Коллеги Игорь Кеменской. Добрый день. Здравствуйте. РФС, отвечающий как раз те вопросы, которые мы сегодня обсуждали. Я думаю, что я вам в данном случае более интересен как руководитель рабочей группы РФС по внедрению карты болельщика. И я как раз участвовал в взаимодействии со всеми органами власти по созданию максимально комфортных норм применения этого закона, которые могли бы в идеальной картине мира устроить большую часть болельщиков, подавляющую ее большинство. Пожалуйста, вопросы. Вот почему на эти вопросы болельщики не получили ответов, те вопросы, о которых говорит Саша Труфайлович, до принятия закона. Где его получать, порядок обжалования и прочее, где брать деньги клубам. Сейчас масса вопросов, на которые ответов нет. Вы знаете, дело в том, что мы и сегодня не смогли дать болельщикам ответы на эти вопросы, потому что ответы на эти вопросы появятся только после того, как в окончательном виде выйдет постановление правительства, которое будет собственно и регламентировать правоприменение этого закона. Это абсолютно живой организм. Более того, сегодня Ашат Рафаевич задавал представителям клубов по работе с болельщиками вопросы о том, что с их точки зрения облегчило бы их болельщикам всю процедуру получения и дальнейшего применения, в том числе и обжалования полученных отказов. И всю информацию, которую мы сегодня получили от клубов, мы эту информацию немедленно сейчас будем транслировать во все органы власти, участвующие в разработке этой системы. И все оставшееся время до выхода постановления правительства и РФС, и РПЛ будет делать все от себя завище для того, чтобы карта болельщика... Потому что мы сегодня болельщикам сказали, что есть две картины мира. Есть их картина, то, как им это видится после того, как закон был принят и подписан. И их глазами это закон абсолютно репрессивный, направленный исключительно на то, чтобы создать им дополнительные трудности, а многих из них отсечь от возможности посещать спортивные мероприятия. Есть идеальная картина мира, в которой мы с РПЛ верим. И в этой идеальной картины мира это удобный, простой документ, простой в получении и обладающий достаточно большим количеством дополнительных функций, которые сейчас обсуждаются и которые сделают использование этой карты для болельщиков не просто удобным, а еще и полезным. И правда не находится посередине. Мы делаем все, чтобы правда находилась именно там, где, как нам кажется, находится идеальная картина мира. И мы пытались убедить сегодня представителей клубов и просили их, чтобы они донесли нашу позицию болельщикам, что мы делаем абсолютно все от нас завище, для того, чтобы подавляющим большинству болельщиков получение этого документа не доставляло абсолютно никаких сложностей, а использование его было простым и понятно. Игорь Александрович, я все равно не понимаю, почему вы на эти вопросы не поискали ответы до того, как закон был принят? Мы их искали, уверяю вас. Но ведь даже после принятия ответов нет. Совершенно? Где брать деньги у болельщиков? Нет, секундочку. А почему брать деньги у болельщиков, уточните? У клубов. Я сказал, у клубов, где вы взять деньги? Смотрите. На то, чтобы поставить дополнительные турникеты, кроме приказа 10.92. Собственно, приказ 10.92 уже обязывает клубы установить эти турникеты. Дело в том, что в течение всего последнего времени все органы власти относились с пониманием ситуации, которая возникла в связи с ковидом, в связи с резким падением доходов клубов. И поэтому жестких мер, которые могли бы обязать клубы это сделать ценой запрета на проведение матча, не принималось, просто потому, что было совершенно очевидно, что у клубов во многом отсутствует финансовая возможность. Я не сказал и не говорю, я не могу говорить за клубы, что такая возможность у них появилась, я просто артикулирую, что привести все входные группы стадионов в соответствии с требованиями закона 10.92, это обязанность стадионов, никоим образом не связанная с законом о карте болельщика. Другой вопрос, что применение закона о карте болельщика, оно подразумевает, что все стадионы оборудованы в соответствии с законом 10.92, приказа что касается, смотрите, вы говорите, где получать, как получать, все эти вопросы задаются с осени 2019 года, с осени 2019 года мы во всех рабочих группах, которых мы задействованы, мы задаем вопросы, ваш отрофилович много из них перечислил, и по поводу детей до 14 лет, и по поводу людей с кнопочными телефонами, и по поводу людей неоформленных на сайте госуслуги, по поводу возможности людей в каком-то отдаленном будущем оформлять фан-ид господи, прошу прощения, да, спонтанных зрителей, иностранцев, все эти вопросы задавались, дистанционные верификации, обязательное посещение МФЦ, все эти вопросы задавались, но эти вопросы задавались не для того, чтобы убедить власть не принимать этот закон, а эти вопросы задавались, чтобы принимая этот закон, органы власти понимали все наши опасения и знали все наши соображения, и поскольку все эти соображения известны мы сегодня саша трафаиловичем зачитали одну там 84 часть тех вопросов которые мы сейчас обсуждаем с органами власти и представители клубов согласились с тем что наверное никто из них даже половина этих вопросов вы бы не пришла в голову тем не менее мы эти вопросы задаем и ответами их стараемся получать и на ясно через я что привел к вопросам и что-то файлович глядя на все это на множество вопросов на которые до сих пор нет ответов кто-нибудь из вас вы и яша трафаилович говорили на совещании что закон может быть и не надо принимать нет мы не говорили что закон не надо применять принимать мы всегда говорили о том что после принятия закона его правоприменительная практика должна быть доведена до максимального совершенства и сроки его вступления в силу должны быть привязаны к срокам готовности стадионов к использованию карты болельщик и мы продолжаем над этим работать сейчас есть ли у нфс уверенность что стадионы все успеют как раз таки урфс не может быть такой уверенности дело в том что сейчас ашат рафаилович не случайно употребил словосочетание дорожная карта дорожная карта это документ который описывает последовательность большого количества процессов каждый ответственность за каждый из которых лежит на разных субъектах минцифра отвечает за цифровую платформу минспорт отвечает за системой контроля доступа которые нужно будет синхронизировать дальше это нужно будет синхронизировать с билетными программами клубов чтобы в той идеальной картине мира который говорил у человека через единый электронный сертификат была возможность через один считыватель предъявить и свой свою карту болельщика и свой билет на стадион мы всем этим занимаемся в ежедневном режиме коллеги большое спасибо всем большое один вопрос у меня есть ашат рафаилович но во всех командах есть все-таки иностранцы какому количеству иностранных футболистов с нового сезона заявки кому они будут получать фанайги зачем вы задаете провокационный вопрос про татна тема которые сегодня говорили не вы вы хотите другой вопрос задать но тот вопрос который вы хотите задать это компетенция а мы а мы как мы свои пожелания сформулировали мне кажется что в тех новых как раз формах в которых будет действовать новое положение но как раз полностью соответствует нашим пожеланиям вот той формуле которая сегодня была озвучена ну то есть количество иностранных граждан которым надо будет получать фанайги в составах команд будет равно 13 а на поле чтобы еще порядок получения карты болельщика иностранными гражданами пока до конца не определен как только он будет определен я смогу ответить на ваш вопрос а количество футболистов которые нужно будет получать фанайги в составах команд будет равно 16 или 18 это тоже вопрос вообще порядке получения футболистами карты болельщика потому что немножко даже слышите что звучит немножко по-разному тоже вопрос который будет уточнить но я говорю о количестве клубов которые футболисты которые мы говорили про последний вопрос я полтора часа было поверьте очень напряженной беседы этого вопроса не существует поездки я не знаю кто его придумал вчера я в преддверии сегодняшней встрече и понимаю что у вас может быть этот вопрос я сверил с александр валерьевичем и этого вопроса нет в повестке сегодня и урфс в том числе не урпл не урфс вопрос о расширении количество участников чемпионате рпл не стоит но это обсуждают клубы и это бедно через сезону бы не обсуждают это обсуждают журналисты блогеры по причине по которой мне непонятно я не знаю кто инициировал это обсуждение но мне кажется мой ответ как президент рфл наверно вас должен удовлетворить при этом ссылка на разговор с александр валерьевичем официально спасибо большое у нас будут у нас будут еще встречи сейчас не очень основная ситуация с коронавирусом в стране не рассматриваются спасибо да